всем привет дорогие друзья подписчики и гости канала m games с вами андрей броский и сегодня мы смотрим игрушку дредноут на playstation 4 вообще игра будет еще также выпущена на персональном компьютере давайте начнем я параллельно посмотрю я как обычно не подготовился ведь ваш вашу регистрацию и таким образом мы получим награды внутриигровые nokia давайте смотреть замечательный трейлер пропускать в игру я надеюсь что он будет замечательным за игрушка зарелизится в 2017 на персональный компьютер playstation 4 точная дата на текущий момент смотрим что делать и теперь и это Мы будем бороться, чтобы держать Синни Бэй свободу. Давайте посмотрим, если ты стоишь моего времени. На почту, что ОБТ-шка, то ли трейлер какой-то новый вышел. Я решил, конечно же, посмотреть, что к чему. Открыт ветеран флота. Вы теперь можете участвовать в баталиях при помощи вашего ветерана флота. Флот ветерана может удерживать корабли. Тиер-2, от Тиер-2 до Тиер-4. Пока что ничего мне эта надпись не говорит. Огромный минус, огромнейший минус, друзья. Конечно же, это отсутствие русского языка в игрушке. Я понимаю, что много придется нам читать. Так, сейчас я смотрю, включен ли микрофон. А то я, бывает, вот так начинаю писать. Потом обнаруживаю такие моменты, вроде сказанного ранее. И потом расстраиваюсь, и у меня, получается, видосы совсем так себе. Потому что нет абсолютно никакого настроения продолжать. Окей, тут нам предлагают выбрать, за кого мы будем играть. Мужчина или женщина? Ну, друзья. Мужчина, правда, почему-то тут как-то кроме надписей визуально не меняется. Картинка у нас почему-то лицо женщины. Ну, давайте. Мэйл. Да, мэйл. Окей. Кстати, я хочу вам сказать, что темнокожие, видимо, захватили полностью всю эту планету. Потому что, что ни игра, то у нас смуглые ребята первым делом. Так. А знаете что? Знаете что? А давайте. Почему нет? Почему нет? Так, стандарт изю. Я, может быть, немножко, конечно, не совсем корректно выразился. Но я думаю, лишнего ничего я не сказал. Хорошо. Прикид. Стандартный прикид. Другого ничего нет. Кепку. Можно кепку закрепить на пацике. Он у нас такой мужественный. Будет... Будет хороший капитан. Так, по умолчанию какая-то у нас... Не, давайте пусть... Пусть без головного убора. Так, что у нас с шрамы? Никаких на лице нет. Либо мы хотим что-нибудь, чтобы у нас было. Да не, мы пока что ни в каких баталиях не участвовали. Пусть ничего не будет. Что у нас дальше? Статуировки. Вот. Как-то его... Написано, правый аналог камера, но... Кроме приближения, он ничего не делает. Серьезно. Что-то так смысл теряется. В этой камере... Ну что, тату-ку можно набить. Какие-то прикольные прям там... Дьюс Икс у нас тут погнал там. Био-люди. Блин, ну повернись ты другой щекой. Ну что происходит? Я ему бью татуху, он щекой-то не поворачивается, на которой она находится. Серьезно, тут должны быть очень и очень плохие негативные слова. Ладно, набьем ему татуху, пусть будет. Глаза по умолчанию. Там с глазами трабла не видно нифигища. Такая настройка персонажа. Ну, она минимальная, конечно. Для тех, кто любит, допустим, ну, кастомизировать, да, персонажа, это покажется какой-то, какой-то ерундой. Для тех, кто не любит, это как бы вполне нормально. Но если она уже есть, ну, должно быть сделано, хотя бы тот минимальный набор, который предоставляет, он должен быть сделан для игрока комфортно. То есть, чтобы мы при выборе, при смене, там, одежды или настройке глаз, ну, видели, что мы меняем. Потому что, например, с глазами вообще какой-то трэшак получился, как и с татуировкой. Я ее что бил, что не бил. Ладно, оставим. Что за цвет? Может, вообще-то с цветами? Да, давайте никакой, потому что цвета какие-то стрёмные. Так, ну, я закончил. Что дальше? Что у меня жать дальше? А, квадрат. Подтвердить. Подтвердите. Хотите ли бы подтвердить общий внешний вид персонажа? Вы можете, короче, в любое время потом кастомизировать свой персонаж. Здорово. Почему-то я не сомневался. Сразу же бросается в глаза еще один минус, друзья. Ну, бетка, понятное дело. Тут особо, как бы, претензий у нас быта и не должно, но я по минимуму скажу. Допустим, появляется вверху окно, видите, диалоговое, оно абсолютно пустое, то есть оно закрывает у нас панель, в нем никакого текста нет. Хотите ли вы начать обучение? Ну, блин, тут тяжело мне сказать. Наверное, да. А, он будет опять балдать, я думал, мы начнем игру. А, не, мы начнем игру. Ну. Да, кстати, насчет языка, пока что нет у меня информации на текущий момент, будет ли она на русском, то есть будет ли у нас хотя бы субтитры, или она полностью будет английская. Но игра вроде как... Так, она вроде бы фритуплейная, или вот тут я немножко могу наговорить неправильных вещей. Сейчас я смотрю тут сразу. Хорошая, кстати, картинка до игры. Ну, вроде бы, вроде бы должна быть она фритуплейная, сейчас я уже на сайте тут получается компании Greybox, которая является как раз разработчиком. Сочнее, как она является издателем. Разработчиками это у нас Jagger Development и SixFood. Давайте глянем, что у нас тут на официальном сайте. Говорят, OpenBlet, играйте на ПК на PlayStation, это все отлично. Я не вижу, чтобы у нас где-то предлагали купить. Сейчас, пять секунд, я прошу задержку. Ну, вероятность того, что игрушка все-таки будет фритуплейной очень высокая. Я тут боюсь ошибиться, но вроде бы так оно есть. Так, окей, ладно, сайта мы закончили. Ну что, отклоните аналог левый вперед для того, чтобы двигаться. неплохо-неплохо к графонии, конечно, круто. Мало чего подобного, я вообще знаю вот такого масштаба про корабли космические, ну, чтобы была такая еще картинка, по крайней мере, из того, что вышло. Так что, пока что игра приятно удивляет. Посмотрим, что будет дальше. Так, навигейт уже таргет. Здорово, огромная космическая тут у нас станция, которая является по совместительству и ангаром, и вот мы с нее стартуем. Есть у нас назначение, куда нам двигать. Кстати, написано в Википедии или где-то я только что подсчитывал, уже не помню, что корабль у нас действительно большой, не просто так вот знаете, как имеют только вид, что нам придется неплохо так, в общем-то. ну, то есть мы почувствуем масштабы действительно корабля, что это не какой-то челночок боевой, а именно полноценный космический крейсер. Я, кстати, знаете, какой момент? Я тут отвлекся, просто там была написана кнопка R1 для того, чтобы подняться, я что-то много растерялся. Что хотят? Наверное, вверх, да, нажать или или как? А, по тачпаду провести вверх и будет нам чудо. Следующая остановка у нас Тир. мы вроде бы как увеличили мощность двигателя, проведя пальцем вверх по тачпаду. Да, не хватает, конечно, языка русского, но подсчитывает нам тут по всей видимости предстоит достаточно много. Я надеюсь, что в финальной версии все-таки будет язык. Так, пройдите вниз, чтобы отключить расход энергии. справа у нас показывают сколько было расходовано. Тут я знаю, что нам придется переключать энергию на щиты, на двигатели, ну, в зависимости от ситуации. так, R2 стреляет, правоаналых целится, вот перезарядка пока что меня смущает. Кнопка для перезарядки, нажмите вверх. Ну, вроде бы ничего сложного, но непривычно. зоман 8, приветик, приветик, значит, хочу попробовать игруху процессора i5-3 500, 8 оперативки, 1 гигабайт GTX 560, вывезет. Ну, ты знаешь, я просто запустил, это запущенная игруха на PlayStation 4, тут не могу тебе 100%, как бы, дайте гарантию, что она будет работать, но мне кажется, что такие параметры достаточны для того, чтобы ее хотя бы запустить. Я думаю, даже, наверное, и поиграть в нее удастся тебе. Так, что у нас дальше тут хотят? Сфайплейф туз, точь, па, тут он, он, weapons. Ага, для переключения оружия нажмите, пройдите по, по тачпаду влево. Я это сделал и... Но немножко я запутался, буду откровенен с переключением оружия, вот это вот водить по тачпаду, потом какие-то магические, просто манипуляции происходят, неужели нельзя было как-то это проще сделать? Так, квадрат и треугольник. Так, это Offensive Modules 1 и Modules. Что происходит? Куда я вообще выстрелил? Так, теперь мы проверяем защитную систему, но, серьезно, я немножко не разобрался вот с этими модулями, которыми только что был уничтожен этот челнок вражеский, это что такое? Что? Мне хочется отсюда улететь, мне не дают этого сделать, я реально что-то запутался, слишком какой-то так, пройдите вправо по тачпаду, чтобы активировать щиты, есть такое дело, Zomane 8 вообще красиво выглядит игра, мне раньше нравился Star Conflict, но он скатился в говно. Ну, я не могу тебе ничего по Star Conflict сказать, потому что я лично в него не играл, видел там ролики, но картинка в игре очень приятна, такого как бы масштаба на текущий момент, мне кажется, за релизы все ваши, ну, в релизе пока что ничего нет. так появился это враг, вообще сказали, а вот, это свои, вот я делаю, враги у нас красным отмечены, но ничего. как там, как там переключать оружие, где щиты, вправо по тачпаду, что-то я там поздно активировал немного. не та кнопка. Блин, ну мне настреляли, я смотрю, так неплохо, это что за параша сзади прицепилась, это меня лечат или что происходит вообще? блин, ну были у меня подозрения, что нужно было до того, как стримить, все-таки потестить немного игру, потому что могут быть всякие недоразумения, но ладно, разберемся в процессе. Я стараюсь, в общем, что из-за того, конечно, получится, мы сейчас и увидим. Так, устал таргет, вот вражеская у нас цель, давайте к ней попытаемся добраться, 30 тысяч у него здоровья, ой-ой, как там кружок, по тачпаду вправо активировать щиты, куда это он телепортнулся, ну вражеский корабль уничтожен, ура, это последний, последний противник, хэви-плазма канон, хэви-флаг турец, пока что нам дается два вида оружия и вот эти вот моды, специально какие-то ракеты самонаводящиеся, в общем, в целом немного оружия, что-то получается, но я конкретно не разобрался в происходящем, сейчас будем, будем пытаться наверстать, субтитры, как сибирь сейчас 5 секунд так ну вот снова мы вернулись по всей видимости в ангар и здесь у нас есть меню давайте смотреть что у нас тут предлагают меню с меню целое делаем основной дашборд ангар не пишут текст я хочу поискать немного в настройках может быть там можно что-то поменять чтобы все таки когда появляется это диалоговое окно она была заполнена буквами так бы было гораздо легче понять что говорит этот товарищ потому что я пытался там что-то прокомментировать он начал говорить я замолчал потерял мысли то что он сказал половину блин не запомнил но кей давайте еще раз значит дашборд это основное у нас меню тут у нас есть новости можем правым аналогом полистать что тут рассказывают рассказывают нам следующее что вот купите корабль который вам просто необходим кстати хочу вам сказать что там в playstation story цены космические это не просто космическая эра а раз космическими ценами ну как бы все соответствует так что у нас дальше это снова тюсинк визит форум здесь есть возможность посетить форумы также узнайте что нового новости почитайте свежайшие новости почитайте какие вышли новейшие патчи и так далее да ну и добро пожаловать в открытую бету дальше основном меню это понятно запуск play training tutorial versus у нас есть возможность поиграть тренировку обучение и какие-то совместные миссии сейчас будем с этим разбираться когда закончим с меню так создание персонажа с этим мы уже закончили нас она в самом начале видео просмотрите каждого члена экипажа ком коммун команды дред ноут что это такое а я понял это ребята у нас то титры ну и из грейбок спорн стуба и спешил айтам сэнмор используйте очки компании грейбокс или они тут так называться и компания которая разрабатывает игру точнее издатель тоже так же называется в общем используйте эти очки для того чтобы покупать специальные предметы и другое и супер предметы outfit your fleet with the latest ships and items короче всякие прибамбаться для корабля покупаемые я так понимаю за настоящие деньги окей с этим разобрались пока что этого делать мы не будем давайте смотреть дальше ангар что у нас в ангаре рекрут ветеран и легендарные то что такое а друзья это видимо корабли какими мелкими буквами написанным прочитать вообще ни одного названия невозможно получается рекрут на данном уровне сложности или это скорее всего звание на которых нам открыты определенные корабли вот пока что 4 корабля у нас дано дальше ветеран все закрыто на легендарном тут вообще купите один корабль tier 4 или выше чтобы открыть легендарный флот игратный легендарным флот может содержать корабли tier 4 и выше tier я не знаю переводится это слово или нет будем назвать его tier здесь у нас есть возможность кастомизировать корабль и изменить корабль или убрать а госта вроде бы он называется рюрик цербеус давайте понять по слева направо так изменить кастомизировать что у нас дают боже мой кастомизировать нам дают туда фигищем репитер турец один флаг турец короче какие турели как они будут выглядеть как они стреляют информацию море и снова я повторяюсь но не на русском все это беда так что у нас вообще можно ага ну вот мы можем рассмотреть ее эту пушку турель сблизи камеру правда покрутить нельзя чтобы тут разобраться с визуальной и частью но что у нас r2 l2 почему-то не нажимаются есть у нас описание этих турелей основное оружие 105 выстрелов в минуту максимальная дистанция 7000 метров повреждения с 2400 метров до 7000 метров 690 скорость перезарядки 1 практически 2 секунды не знаю очень важно эта информация или нет но по всей видимости если мы будем тут кастомизировать тогда конечно же все эти параметры знать необходимо так мы можем спрятать или вернуть окей с турелями разобрались поменять как то мы ее можем или нам просто дают возможность просто ознакомиться с тем что установлено на корабле это какие-то украшения кодин паттерн эмблем эмблемы так а ну-ка что тут начинается ага расцветка и тут все покупается за местную валюту денег у нас пока что 0 так что мы наверное оставляем все как есть но да тут можно поменять в общем всякие визуальные даже мы можем прикрепить гляньте там на нос корабля это фигуры но они чуть не очень мне как-то нравится как они смотрятся но есть в любом случае интересный вариант он смерть косой вроде так прикольно так но все эти дела покупаются за деньги не знаю зарабатывается эта валюта у нас в процессе миссии эти золотые монеты или все такие нужно будет покупать именно отдельно так переименовать мы можем к корабль я даже не помню как он называется пусть так и остается тег 3 дерево развития серьезно тут просто можно бесконечно сидеть давайте ладно смотреть дальше камин сум скоро выходит только не заканчивать все трансляция потому что может выйти она в меню нет ничего не произошло чинишь шипс сменить корабль снова нам дают эти четыре открытых корабля пока что ничего мы ними не меняем и убрать из листа флота тоже оставляем все как есть что дальше давайте loadout по полу пола дауду по разгрузке пройдемся да вот у нас наше дополнительное оружие флаг турец тоже какие-то турели тут у нас к есть еще такое дополнительное окошко в котором написано research исследования что у нас тут есть возможно что-то исследовать тоже нужны какие-то тире звезды ну-ка если я нажимаю insufficient funds funds это недостаточно средств я вспоминаю сразу дюну еще с привет сега эта фраза когда реально не ой когда у нас не хватало там на постройку или что-то такое по-моему дюна и может быть и рода лерт ну что-то вроде как дюна но может быть рада лерт тогда если рада лерт тогда playstation 1 привет потому что на на нем я впервые играл или на ней на playstation так тут мы можем в общем улучшить эту нашу турель дополнительную но пока что отсутствуют средства все остальные все что можно приобрести у нас отмечено галочками tempest missile м та же ситуация с ракетами но я так полагаю совсем у нас будет подобная ситуация дальше кстати можно наблюдать закрытые слоты вот они модуль reboot н и дальше пошли закрытые слоты пока их не трогаем смотрим давайте с ангаром заканчиваем разработки мануфект через что у нас тут есть юпитер армс ты 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 а это мы выбираем компанию которая нам разрабатывать будет корабль вот как она тут сделано а берон кораблей очень много это хорошо безусловно это хорошо когда есть выбор это здорово идут у нас также уровне кораблей вот у нас открыт а госта кораблю вроде бы так первый там назывался и мы его там пытались рассмотреть турели все остальное что на нем находится он первого уровня 2 3 4 5 максимально на текущий момент возможно дальше будет все это дело развиваться еще больше может быть они добавят какие-то я не сомневаюсь даже в том что они добавят еще другие типа компании которые как разрабатывают это грубо говоря там немцы россия там до америка то есть в данном случае нас тут все завуалирована под юпитер армс ну и там а берон вот это вообще нему невозможно прочитать под какой-то символ что у нас на на последней вкладке это market hero ships fight and vessels once commanded by legendary капитанской капитанис тут я уже хотел по-русски говорить какие-то героические корабли джипей джипей пак джипи пэкс какие-то пайки можно приобретать ну понятно на то он и магазин чтобы тут все покупать mercenary pack hunter паком наемную пакет охотника по пакет наемника элитный статус получаете больше экспириенса ну крик кредитов денег после каждого сражения вангард бандал проапгрейдите свой прогресс короче покупаете бандал и сразу у вас видите там корабли идут с желтыми с желтой краской то есть за 1700 монет нам до кинуть немного цветных полигонов на корабль окей currency conversation и тут у нас есть еще конвертация валюты тратьте gp это gear box points чтобы получать кредиты или turn ships xp или переводите опыт кораблей into free experience в какой-то бесплатный опыт не знаю серьезно ладненько с меню мы затянули мне даже кажется но зато все по посмотрели что что в данном меню сейчас доступно если у нас контракты и статистика но здесь камен сум написано так что ждем ее в ближайшее время есть у нас еще меню наконец-то я увидел где она находится так что у нас тут предлагают выберите обмен как какой-то обмен get credits переводите монеты gear points в кредиты вот такое предложение или get free experience получайте бесплатный опыт конверт x6 extra ship experience to free experience переводите им опыт корабля в бесплатный опыт вот такая вот история даже не знаю давайте пока ничего не убирать их хотел вообще-то в меню попасть а ребята я нажал touchpad sorry мне показалось надпись в углу экрана option с touchpadом он просто как это массивная нет options это меню аудио видео что у нас тут понятно звуковые эффекты все по стандарту если у нас звук из динамика джойстика ну по умолчанию он есть громкость его коррекция гаммы все все как бы обычные опции но надо все равно просмотреть инверсия сей регулировка light бара на контроллере и естественно раскладки два варианта самим самим нам вроде как не дают назначать кнопки ok поддержка покупателя эула я даже не знаю что это такое чуть нажимать не хочу ладненько давайте приступим к игре непосредственно нам предлагают начать тренировочный мат матч рекомендуется чтобы вы поиграли в тренировку до того как столкнетесь с великими челленджем с огромным челленджем на вашем пути бескрайнем потому что космос у нас все таки даю что стартами тренинг матч хотите ли вы начать да давайте проходить тренировочный матч туториал мы уже поиграли теперь что у нас тренировка честно скажу в туториале я не очень разобрался что к чему понял как летит корабль вперед понял как ставить щиты и стрелять как как какое оружие для чего вообще мне было непонятно вот это вот с этим trouble еще мне не понравилось что корабль очень как-то медленно двигается но может быть просто это у нас огромный корабль на самом деле он двигался с нереальной космической этом скоростью сверх сверх звуковой давайте световую не трогать вот но как-то медленно все происходило но было интересно по крайней мере давайте может тут нам сейчас покажет вообще что это супер супер крутое так ну что красиво мы уже можем мы уже на орбите можем уже покрутить камеру вокруг корабля тут нам предлагают по всей видимости выбрать до корабль на котором мы начнем так сражение начнется через 30 секунд он в правом углу нам об этом говорит таймер что мы видим мы видим лицо нашего капитана мой ник дальше у нас идет выбор опять же корабля на котором мы будем будем лететь на планету ага ну корабли и симпотно плохо что ближе конечно нельзя приблизить показывают справа у нас также меню какое оружие на каком корабле ну давайте вот это тут попробуем вроде как на агоста мы уже летали а это рюрик по моему так называется если я правильно очень очень маленькие надпись просто название кораблей реально тяжело разглядеть окей волкам интересно тут тут мне уже нравится побольше так я помню у нас можно как-то на двигателе перевести энергию это провести пальцем по тачпаду вверх да и вот я ускорился р-1 у нас взлетает так вниз вниз отключите расход энергии так а вниз как прячемся от этого противника так 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 а меня там настреляли в задницу как там активировали щит пошли вон ракеты дай по газам уходим да так а где жизнь корабля пока что я не вижу как там как-то там было треугольник по моему да что происходит мне по моему мне надрючили уже неплохо активировал я щит но ненадолго щит друзья происходит щит реально мне там просто на так на ну это факт обка короче просто на стреляли жесть кто такой вот это это враг почему он выглядит голубая какая-то вы вокруг него аура там было мне думал это своим так включите щит ух нифига себе как он ускорился что это за фигня это ракета она-то отвалила от меня я надеюсь каждого она улетела она не смогла меня атаковать потому что у меня был выставлен щит или или что произошло или это глюк справа звук нехороший как как в него прицелиться активируем мы ему настреляли по моему мы кому-то настреляли по я слышал чип по моему даун и то есть сбит корабль так только есть есть несколько у меня конечно вопросов я как-то оказался в тылу врага не могу я пока что отличить своих от противников там у нас перезарядка была вниз основное оружие активировано получите кто такие дать свои чужие пофиг а да 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 понятно что любят по мне ну на таком корабле тяжело тяжело скрыться он огромен активировали щит уходит энергия могу я ускориться могу но энергии совсем крохотулька осталось то ну блин вниз вниз я еще до конца с управлением понятное дело не разобрался друзья вот сколько я уже летаю минут ну пять наверно точно может быть и больше я только заметил что в правом углу находится карта но когда ты первый раз понятное дело запускаешь игру и хит и худ весь увидеть нормально не получается потому что ты сосредоточен в первую очередь на происходящем тут вах вокруг тебя и когда в тебя стреляют тяжело обращать на эти приборы внимание окей увидел я карту по-моему все таки нас побеждают судя по всему вот эти голубенькие ребята на карте это наши корабли все остальное это враг что там по три тысячи опять а это наверное уже не на других кораблях появились что такое квадратка я активировал какую-то фигню это что это смерть или что это что-то происходит а я восстановил что ли систему только что кнопкой квадрат я не где-то не понял какая-то функция произошла но произошло что-то интересное давайте вот в этого попробуем выстрелить ракетами какие-то ракеты а у нас а у нас 30 секунд до перезарядки наших ракет аэр у нас помимо счетов есть еще как какие-то лазеры защитные активируются они кнопкой кружок по моему если я не ошибаюсь я их нажал но мне кажется немного позже давайте что у нас там все корабль 1 уничтожен но у меня еще тут как вроде как три в запасе да давайте попробуем на этом мы вроде летали но давайте на нем еще разок респаун квадрат другой корабль которым с которого у нас начинался туториал в туториале мне кажется нам просто не дали полетать здесь скорость гораздо больше кора больше кораблей не становится гораздо все это дело интереснее так торпеды куда вы улетели ага нажатием кнопки вправо на на крестовине у нас получается акте мы можем выбирать цель которую мы хотим атаковать тихо-тихо в стенку не надо биться так дайте нам время перезарядить торпеды но вы знаете начинают потихоньку что-то получаться не все конечно супер но даже становится мне так порядком интересно ну давайте туда лететь направо поможем ребятам своим ну не будет атаковать что ли давайте развернем корабль так ускориться так и 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 Новая цель захвачена Где у нас там есть пару торпед Что такое кружок Я что-то активировал Не знаю за что отвечает кнопка круг Ну Насыпь подорвали Но эпично был уничтожен корабль Там что-то в нем внутри Протонный двигатель там разнесло на куски И было интересно это наблюдать Окей, давайте два корабля посмотрели Вот Cerberus у нас есть Выбрать этот корабль Вот он выбран Получается что у нас тут есть А у него есть Auto Repair Это автовосстановление Репаир Auto Beans Какие-то лучи восстановления Что есть еще Модуль Все у него Ремонтное Это наверное не особо боевой корабль Это наверное больше ремонтное Как корабль Мне пришло Warning Message Communication От коммуникационного офицера Какое-то угрожающее сообщение Да, друзья Это корабль Лекарь Ну давайте держаться Вот за этим товарищем Огромным Что такое Бима Amplifier Я правда еще не знаю Как-то небольшая болтанка С этим кораблем происходит Что я его вверх-вниз кидает Ну вот вроде Как я выверну В ту сторону В которую хотел Чиним 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 Репаир Всех мы ребят Надо ныкаться И ремонтировать Ха Ауторепэр Передается Гляньте По всем кораблям Это активировал Я специальный мод Кнопкой Крестик Что такое Бим Амплифайр Еще Так Что там Надо активировать Щит на себе И пытаться Все-таки Наших товарищей По максимуму Лечить Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Мы уничтожили Один корабль А я Серьезно Столько всего происходит Я не знаю Правильно ли я делаю Ну вроде как Правильно Все Лечим Вот этот Огромный Корабль Так Активируем Щит на себе По моему Тем временем Еще один Вражеский Корабль Уничтожен Кто-то там Стреляет Мне в задницу Надо С другой стороны От этого корабля Спрятаться А тут у нас Ремонтные корабли Реально Нас невозможно Уничтожить Мы лечим Друг друга Моментально Ну ремонтируем В смысле Лечим Это Немного Не подходит Под ситуацию Происходящую На экране Не могу Правда Победить Победить Понять Мы впереди Или Мои в роли Догоняющих Наверное Как понимать Это 76 Мы корабли Уничтожили Или Что это Такое В 76 И так И дачки Или Это Ну Нужно Максимум Очков Набрать Чтобы Победить Продолжение следует 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Да, мы, по-моему, теперь впереди, друзья. Правильно выбрали мы тактику, охранять этот здоровый корабль. Лечим мы друг друга. Они просто никого из нас не могут уничтожить. Ну, там, за исключением одного товарища. Не знаю, как так с ним повык произошло. Так, а что влево? Что влево? Я что-то активировал, я так и не понял, что это было. Энергия вся упала на ноль. Друзья, ну это победа. Что ж, было достаточно интересно. Единственное, я не посмотрел, я четвертый корабль. Оказывается, вот этот вот у нас лекарь-пекарь. А следующий неизвестный остался. Ну, давайте, с тренировкой мы закончили. Остается нам только... В бой. Ринуться в бой и там уже побеждать. Это ж вроде как, наверное, тренировка была все-таки. Чем же будет настоящий бой отличаться? Спросите вы, спрошу я. Да, наверное, ничем. В общем, мы уже все увидели, что будет в игре происходить. Ну, у меня такое двойственное впечатление. Вроде бы все неплохо. Достаточно симпатичная картинка. В подобного рода игры я не играл. Видел только много видосов. Там постоянно таких вот... Но там больше, наверное, симуляторы. Здесь мы непосредственно в бою принимаем участие сами. Может, я, конечно, что-то путаю. Не супер я фанат данной такой серии. Но мне было интересно поиграть. Давайте еще один боец. Уже не в тренировке, а именно в сражении. Там посмотрим все четыре корабля. Ну, и будем, наверное, заканчивать. И это видео закончим. Друзья, огромное спасибо всем, кто на Twitch смотрит. Это видео я выложу на YouTube. Для тех ребят, которые будут смотреть на YouTube. Ставьте лайки, подписывайтесь, если этого не сделали. В общем-то, на этом видосы заканчиваются. Сейчас я его засейвлю. И мы продолжим. Еще один бой. Уже непосредственно... В полноценном онлайне, скажем так. Ха. Спасибо. Продолжение следует...